Вот давайте мы с этой матричной элементами дальше начнем. Итак, я напомню, что согласно золотому правилу Ферми, давайте мы ее где-нибудь здесь справа напишем, итак, вероятность перехода в единицу времени, П, и состояние И в состоянии Н равняется 2П на H. Дальше, когда модуля матричного элемента ВНИ плюс или минус по модулю в квадрате, ну, здесь можно подставить плюс-минус тоже, да, но мы, собственно, видели уже, что на самом деле эти квадратные модули одинаковые у нас. Ну и, наконец, дельта-функция, которая обеспечивала у нас закон сохранения энергии, я напомню, это ЕД минус ЕИТ плюс-минус ХОМЕГА, вот так, плюс-минус ХОМЕГА. Правда, есть одно НО, есть одно НО, и вот на нем я сейчас остановлюсь, прежде чем перейти к расчету матричных элементов. Без этого НО мы все равно не обойдемся. Видите, здесь значащие две части, если так, квадрат, модуль, матричный элемент, то есть она матричные переходы считает. А, кстати, отсюда будет всегда правило порода и так далее. Ну, то есть правило, которое будет определять НО, матричный элемент, то есть перехода нет, не НО, то есть переход есть. И вторая, значит, часть, это дельта-функция, так что закон сохранения энергии определяет. Но, фактически, неявно, в прошлый раз, когда мы эту формулу получали, мы этот разговор делили по переходу к дискретному спектре. Это очень важный момент. То есть для нас ИИ и Н это были некие начальные и конечные состояния системы, и это были состояния дискретного спектра. Ну, а электромагнитное поле имеет спектр непрерывный. Вот тут надо... Ну, а сейчас наша большая система, это электром, скажем, отомный электром, плюс электромагнитное. То есть надо как бы учесть вот эту непрерывность спектра. Непрерывность спектра. Как это сделать? А дело в том, что на самом деле, это можно сделать просто заменив в этом выражении дельта-функцию на функцию плотности состояния, плотности состояния. Дело в том, что дельта-функция, она, в определенном смысле, может рассматриваться как плотность состояния в дискретном спектре. Ну, действительно, давайте я нарисую картиночку какого-то дискретного спектра. Дискретный спектр, да? Ладно, дальше давайте я буду этот спектр размаживать в непривый спектр. Ну, представьте себе, что у вас энергия может принимать любые значения. Вот, начиная с какого-то, ну, вот, скажем, вот, отсюда, вот, отсюда, вот, отсюда, ну, да, и так. Любые значения. То есть для того, чтобы охарактеризовать плотность состояния, то есть насколько, насколько редко или часто здесь встречаются энергетические уровни, мы вводим плотность состояния, РО, Е, значит, это что такое будет? Это число состояний, приходящийся на единичный интервал энергии, ДН, ВДЕ. Плотность состояния. Вот, представьте себе, теперь я от этого непрерывного распределения перехожу в спектру. Что означает? Вот, ну, я не в спектру, в спектру. Вот, означает, что у вас здесь вот густо, 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 а здесь пусто между ними, да? Ну, то есть, если представить себе здесь плотность состояния, она выглядела таким образом. Значит, вот я перевернул, давайте вот здесь рисую, пока, вот сюда плотность состояния, буду откладывать РО, В, ну, а здесь энергия у меня пойдет. Может, было наоборот, отсюда начинать, но все равно. Значит, вот здесь у меня плотность состояния, ну, я тут пилечки туда проведу. Значит, вот здесь большая плотность состояния, потом маленькая, потом большая. Потом маленькая, большая, маленькая, большая и так далее. Ну, легко видеть, что при переходе к дискретному спектру, плотное состояние у меня практически примет дельта-образный характер. То есть, чтобы оставить, скажем, один уровень всего дискретный, что я должен сделать? Как записать плотное состояние? Ну, роге, если у меня в системе всего лишь один уровень дискретный, что я должен был выносить? Рог, вернее, дельта, он е минус е, ну, какое-то там, да, е0. Е минус е0. Это означает, что везде у вас в проме е равного е0 уровень отсутствует. И вот один уровень у вас есть. То есть, фактически, в определенном смысле, когда здесь дельта-функция выполняет две функции. Она выполняет, она вам закон сохранения энергии определяет, да, а во-вторых, еще и описывает плотность состояния. Ну, очень часто говорят, плотность конечных состояний. Плотность конечных состояний. Ну, представьте себе, что у вас и уровень дискретный, а и, скажем, не дельный. Вот именно часто, чаще говоря, плотность конечных состояний. Ну, кстати, уж если обобщать это выражение, то надо было бы что еще сказать? Ну, сказать о случае вырождения. В случае вырождения. Как быть в этом случае, представьте себе, что у вас начальный и конечный уровень еще и вырождены. Вот как бы эту формулу тогда надо было бы преобразовать. Ну, тогда, во-первых, вы должны были бы индексом И и Н. Но если они у вас указывают на энергию, как у нас сейчас, да, добавить еще индексы, которые вы указывали на состояние. Итак, давайте сразу еще посмотрим ситуацию, когда у вас начальные и конечные состояния вырождены. Вот у меня уровень И, вот у меня уровень Н. Но эти уровни вырождены. Как в этом случае надо было бы обобщить нашу формулу. Еще раз повторяю, в случае непрерывного спектра я должен заменить дельта-функцию на плотность состояния. Это раз. Ну, правда, при этом, конечно, я должен закон сохранения, обязательно, аковарика. То есть, фактически, я должен был и так далее дополнительно написать эту формулу, а внизу, в скобочках, при условии сохранения, при условии выполнения закона сохранения энергии. Ну, а теперь, значит, в случае с вырождением. Значит, вот эти вот состояния, я их описываю как И-Альфа, здесь как Н-Бета. Н и И у меня фиксированы, а вот, например, в этом я могу меняться, принимая там несколько значений ДИ и ДН, кратность вырождения И-дого уровня, ДН, кратность вырождения Н-дого уровня. То есть, кратность вырождения ДН и ДИ. ДН и ДИ. Ну, предположим, нижний уровень, там, триплет, вертись, скажем, квинтет. То есть, трехкратный, пятикратный вырожденный уровень. Как в этом случае я должен был бы записать вероятность перехода по ферме? Очень просто. Значит, во-первых, я должен ввести, был бы, вот такие парциальные вероятности перехода. То есть, ПН я должен был бы переписать в виде ПН-Бета, точка с запятой И-Альфа. То, если бы я напомню, у меня идет вот таким образом. Ну и, соответственно, квадрокодуль у меня изменился тоже так. Ну, как же я, давайте так сделаю. Оставлю БН-Бета и И-Альфа, вот в этой же форме, значит, мне надо было бы, я переписать не буду. То есть, здесь тоже самое надо было бы переписать Н-Бета и Альфа. Но если у меня, скажем, конечные состояния вырождены, то я должен просто просуммировать во всем конечном состоянии, если меня интересует не парциальная, а плотная, не парциальная вероятность, а полная вероятность. Я должен был бы просто просуммировать во всем конечном состоянии. Если у меня все начальные состояния заполнены, оккупированы, тут по-английски в этом случае occupied, вагон используется, occupied, то есть заполнять. То есть, если все начальные вот эти вот ДИ-состояния заполнены равновероятные, я должен усреднить по начальным состояниям. Так вот, обобщение на случай выраженных уровней предполагает усреднение по начальному и суммирование по конечному состоянию. И в этом случае вместо БНИ я должен иметь в виду следующее выражение. Значит, вот у меня будет парциальная вероятность, да? А дальше что я делаю? Сумма по конечному состоянию, потому что просто сумму надо будет в правой части вести по БЭТА по всем состояниям. Усреднение по начальному состоянию – это сумма по начальному состоянию и деленное на число начальных состояний. Итак, ПНИ будет единица на ДИ сумма по АЛЬФА и БЭТА, ну, лучше, знаете, по БЭТА и АЛЬФА, ПНБЭТА и АЛЬФА. Вот как было бы у меня, как бы выглядело это обобщение. То есть я бы просуммировал, повторяю, по всем конечным состояниям их ДН штук. Ну, повторяю, в пределах уровня Н. И усредненку по всем начальному состоянию их ДИ. Значит, вот идет сумма по начальному состоянию, видимо, на число начального состояния. Ну, давайте нужно помнить, когда мы обобщаем формулу золотого правила ФЕАНДРА. Фактически вот это мы будем сейчас использовать. Хотя это вещи довольно простые, но тем не менее и конкретных уже каких-то перехотов, при распространении конкретных переходов об этом нужно помнить. Итак, вернемся снова к нашему коллективному-магнитному полю. Значит, что здесь нам нужно будет? А, рассмотреть маточный элемент перехода. Вот у меня оператор. Маточное элемент. Второе. Это, конечно, нужно будет заняться еще и плотностью состояния электровагнитного поля. А плотность состояния электровагнитного поля мы с вами находили даже буквально на первых лекциях в прошлом году. Когда мы с вами планка, помните, планка мы воспроизводили и плотность состояния, а формула планка, я напомню, она для плотности. Для спектральной плотности изучают абсолютно ручевого тела, она как определялась? Плотность состояния электровагнитного поля нужно было умножить на среднюю энергию. В среднюю энергию осциллятора при данном значении, скажем, там чистоты и древней волны. И в этом плотность состоянии искали, я напомню, это плотность состояния у нас так выглядела. РО от Е, ну или РО от частоты, или РО от Ню. Все эти вещи пропорциональны друг другу. Значит, это было Е квадрат, Омега квадрат или Ню квадрат. То есть это было выражение квадратичной по частоте. Ну и помните, в спектральной плотности энергии электромагнитного поля, еще раз повторяю, плотность состояния, то есть число состояния, приходящего на ищу нутравовую частоту, или волн, или энергии, и умножить на среднюю энергию. Средняя энергия по классике КТ, средняя тепловая фактическая энергия. умножить на Ню квадрат, скажем, да, и мы получаем знаменитую формулу Ленджинса, формулу Ленджинса. Так много раз, так вот там, Швейдингер, Коксенберг. Я понимаю студентов, которые из Швейдингера и Коксенберга делают для сокращения вообще, да, из Швейдингерга, начинающих коллега. Ой, а со школы сколько накапливаются эти кема всяких, да. Итак, вот надо, то есть, фотосостояние я потом просто, как бы, возьму из того, что мы уже получали. А вот с матричным элементом давайте поработаем. Итак, анализ матричного элемента перехода электромагнитного перехода. Ну, во-первых, обратим внимание на то, что здесь у ЕМЦ, это, в общем, нам все это не страшно. А, кстати, я здесь забыл очень важную величину А0 еще. У вас надо еще, ну, нет, А0 еще, да? Видите, я ее вверху не забыл. А, кстати-то, с А0-то тоже надо разбирать, чему это равно, что величина, чему равна. Вот, поэтому давайте мы с А0 разберемся. Хотя А0-то амплитуда, это константа, конечно, будет. Вот, но с ней надо разобраться, потому что все остальное-то нам понятно. Итак, первый А0, что такое? Ну, давайте мы договоримся, как мы выберем еще электромагнитное поле. Конечно, А0 связано с такой интенсивностью, по модулям, с интенсивностной характеристикой электромагнитного поля. Давайте определим электромагнитное поле следующим образом. Мы возьмем некую такую полуклассическую, полуквантовую трактовку электромагнитного поля. Будем считать, что в объеме В, в объеме В, В здесь объем не возмущения, а объем, ну, что делать, тут двух не хватает. Будем считать, что в объеме В находится Н поддонов с энергией H омега. Видите, это такой квантовый подход. Н частиц с энергией H омега в объеме В. Ну, а теперь с другой стороны. Да, кстати, отсюда следует, что плотность энергии электромагнитного поля будет так находиться. НH омега делить на В. Плотность энергии электромагнитного поля. Ну, а с другой стороны, плотность энергии электромагнитного поля я же могу найти через векторный потенциал. Вот. И вот давайте я справа запишу это классическое выражение для плотности энергии. Ну, и тогда вот мы, а классическое выражение, оно будет обязательно А0 содержать. Вот квадратичный по А0. Итак, помните там, здесь квадрат на, может через напряженность электрического поля определять плотность энергии электромагнитного, либо через магнитное поле. Значит, это Эпсилон или Е квадрат на 8П, это плотность электрической, как бы, составляющей энергии, да, и А2 на 8П, это плотность магнитного составляющего. А в целом плотность, ну, может, как Е квадрат на 4, я записываю, да, но где-то не запишу Е квадрат. Только единственное вот что, у меня же надо еще усреднить, да, потому что электрическое поле, видите, векторный потенциал вверх, зависит от времени и координаты. Ясно, что здесь при расчете средней, ясно, что средняя плотность энергии, средняя характеристика, при расчете средней нужно усреднение объяснить. Поэтому я здесь вот чертой, это усреднение и обозначаю. Итак, но я напомню, что электрическое поле в волне через векторный потенциал, электрическое поле, это и есть минус единица на С, ДА по ДТ, это просто производная по времени. Кстати, видите, вот вектор поляризации, это будет как раз вектор направленный по электрическому полю в результате. Ну и я просто могу посчитать, это электрическое поле и так А0, ну, а косинусопроизводная, синус, ну, знак, там, минус, ну да, производная по времени, значит, еще пойдет еще минус омега, ну, вот минус пропадет, ну, собственно, нам эти минусы и не вложить, потому что потом квадрат вложить. Итак, это будет, значит, А0, А0, дальше Омега, У, А1 на С, а здесь еще минус, их, правильно, минусы все равно есть. Итак, еще раз, А0 Омега на С, так, дальше У на синус, на синус КФ минус Омега Т. Вот так. Ну, а в квадрате, значит, ну, квадрат модуля, ну, здесь вот будет, как раз, А0 в квадрате, А0 по модулю, это еще и в квадрате, Омега в квадрате, С в квадрате. Здесь квадрат от веторопаляризации, а он единичный, ну, третьечка. Ну, а синус КФ, вот от синуса КФ уже среднее взять. Ну, пожалуйста, либо по времени, либо по координате, в принципе, все равно. Одинаковое среднее будет. Чего это? Средняя синус КФ. Синус КФ плюс 8 синус КФ. Минучка. Ну, синус КФ плюс 8 синус КФ плюс 8 синус КФ. Ну, если синус КФ плюс 8, то есть квадратный ключик. Хосинус можно через синус записать с Винус по фазе, на пи пополам. Ну, если и не не, то фаза воли, как у меня никакой не будет. Одна вторая. Итак, я правую часть записываю. Равняется А0 по модулю в квадрате, Омега в квадрат, НС в квадрат, и средняя вирус. Отсюда я нахожу А0. И обратите внимание, А0 по модулю в квадрате, прямо вот давайте выпишем это отдельно, это формула мы ее в конце концов подставлять будем. Итак, А0 по модулю в квадрате равняется, так, будет, и здесь 2 пи будет, а, нет, ну здесь. А, нет, опять 4 пи забыл. Ну, здесь будет. 8 пи мы здесь вот. 8 пи. Так, А0 по модулю в квадрате пропорционально Н. Ну, кстати, обратите внимание, помните, я в прошлый раз вам говорил, что при квадратном подходе к электромагнитному полю я должен эту величину, вообще с ней, я должен аккуратно разбираться, я должен записать это как А, во-первых, конкретно-запряженное на А, либо А на А конкретно-запряженное. Потом должен сказать эти магические слова, что при квадрате я должен заменить амплитуды классические на операторы. И тогда у меня А, конкретно-запряженное, по окресту перейдет, и А на окресте, окрест на разные вещи. Тогда только в одном случае я получу Н, а в другом случае я получу 1 плюс единичное. Вот об этом все не нужно помнить. Другими словами, в приквадратном подходе я на самом-то деле здесь должен сказать магические слова, что вот я получаю либо Н, либо Н плюс 1. Для процессов с излучением или поглощением. Почему? Потому что эти два строгая, А на окрест, и окрест на, они вот связаны, соответственно, с процессами поглощения или излучения. А вот там еще объем должен быть, понимаете? Что? Объем. Объем. Объем, да. Должен быть. Так. Объем должен быть. В. В. Но на самом деле это объем у нас ничего зависеть не будет. Почему? Потому что когда мы будем позже плотность, плотность состояния, вот здесь так, включать, то плотность состояния включает тоже объем. То есть плотность состояния можно выбирать нормированный на объем, а можно на единицу объема, в смысле объема обычного. И так, вот об этом мы должны помнить, что 0 по мути квадратикам опорционально. Здесь важно вот, что N и вот это вот еще объемия. В повторяем, у нас все равно пропадет. Вот это вот объемия еще важна, знаменателе. Ну а сейчас вернемся к более важной части, вот, к оперативной части. Если речь идет о матричном элементе, вот смотрите, нам нужно считать вот такой матричный элемент. Причем здесь NBI теперь у меня это, ну скажем, электронное состояние, какие-то электронное состояние. Кстати, видите, вот в чем моя как бы непоследовательность. Я электромагнитное поле достал рассматривать классически. А что это означает? Это означает, что на самом деле оно выступает просто как поле действительно, как поле. В классическом смысле, как внешнее поле, ну как фитерический магнит. А не как вантовая пьетка, не как вантовая система. Почему? Потому что, строго говоря, я должен был смотреть, что здесь вот N-это конечное состояние. Ну и конечное состояние, если у меня вот системой понимается, скажем, электрон плюс электромагнитное поле, вот, тогда комментировать, что это за конечное состояние. Дело в том, что если это процесс, скажем, идет у меня с излучением, спонтанное излучение, вообще не было фотонов никаких. Начальное состояние, ну скажем, это выдуманное состояние атома. Это их состояние, фотонов нет. это состояние, я бы его так записал, и состояние электронной системы, и ноль состояние электромагнитного поля, ноль фотонов. Это начальное состояние. Видите? Всей системой. Конечное состояние, это N-маленькое состояние в электронную систему, ну скажем, атома, электронной системы. А состояние электромагнитного поля, я бы записал так, один фотон появился при излучении. Вот строго говоря, что он должен был бы делать, ну или в общем случае, я должен был бы писать так, N-N-штрейк, N-N-штрейк, черный штрейк, было бы в результате рассмотрения однофотонных, мы с вами договорились, процессор, было бы равно либо N-плюс, либо N-минус единичка. Вот, строго так говоря, как надо написать. А вы видите, немножко упростили себе задачу, но при этом каждый раз нужно следить за тем, чтобы не выплеснуть при этом еще и ребенка. Но, тем не менее, видите, мы сейчас начинаем раздваиваться все это. Вот здесь я теперь говорю о состоянии только электронной системы. Потому что у меня здесь, видите, нет операторов, нет операторов, действующих на электромагнитное поле. А где они-то у меня? Они же должны быть. А вот они где у меня, пропали они у меня, Я их электромагнитное поле рассматриваю классически. Повторяю, что по идее, строго-то говоря, надо было бы вместо этой А0 по модулю в квадрате писать два слагаемых окрест на А и плюс еще слагаемые А на окрест. И эти слагаемые я должен был бы учитывать. Итак, дальше идем. Но в операторе кстати взаимодействие там не А на окрест, а там А, там линейный Ж, там комбинация должна быть такая, А плюс окрест. И вот этой комбинацией будет вам давать эффекты изменения числа фотонов уже на единичку в первую сторону. Ну хорошо, теперь мы говорим только проэлектронную систему. Итак, какой матричный элемент? Вот У вектор поляризации я его могу вытащить за знак матричного элемента и пока не рассматриваю. Значит, мне нужно считать вот такого типа матричные элементы П оператор на Е в степени плюс или минус и Кр. И вот матричные элементы, которыми нужно считать. Ну понятно, что вот от вектора поляризации электроволь гинтров входит многое будет зависеть. Ну давайте сразу немножко забегая вперед. Что? Посмотрим, что будет зависеть. Ну во-первых, здесь ведь определенные компоненты вектора П будет фигурируть, да? Она будет обязательно связана с вектором поляризации. Написать себе у вас вектор У направлен по оси З. Ну вы систему какую-то выбрали, да? И вектор У направлен по оси З. Ну значит здесь будет только ПЗ работать, но значит нам надо будет рассматривать матричные элементы для оператора ПЗ. Ну а если поляризация что-то Х или В, то штаб пойдет по Х или ПО. Ну это наверное разные вещи. Один из них может быть ноль, это может быть ноль и так далее. То есть эффекты поляризации вот они здесь как раз связаны с этим вектором. Ну тем не менее мы о них можем потом говорить. Если мы научимся считать эти матричные элементы, то про поляризацию все будем знать. как будем считать эти матричные элементы? Ну начнем ну какого-то всеобщего разговора просто. Ну давайте про этот фактор поговорим. Дея в степени плюс-минус и коррект. Ну мы с вами уже как-то привыкли, что как-то мы видим экспоненту, так у нас сразу руки чешутся в виде ряда. Ну я бы сказал, что они чешутся недаром, потому что ну вся, первый-то, второй курс наш университет нас, когда мы готовим и не зря продвинуться. Потому что экспоненты вида Ефси и Пеник и снимаем показатели для снимаем единички. Ну мы чаще-чаще пишем косинус и синус между прочим, а не разложение. Но тем не менее иногда это разложение и в случае таких экспонентов гасилирующих тоже используется. Ну вот давайте я так запишу это разложение. Итак, Ефси плюс-минус и КЛ. А обязательно, что это за фактор вообще физической природы. А дело в том, что он, видите, вот что делает. Он некую такую дисперсию постранственную определяет. Я слово постранственной дисперсии немножко употребляет, строго говоря. Ну то есть это некую такую пространственную зависимость в метро-потенциальном электричестве магнитном поле определяет. Пространственную зависимость. То есть неоднородное значение выполнение. Неоднородное связанное. Неоднородное степень. Итак, единичка. Дальше показатель плюс-минус и ка-л плюс ну там дальше плюс-минус дальше не буду расслабить. Кстати, обратите внимание, если этот фактор определяет неоднородность в волне, то единичка, ну она как раз однородность определяет в волне, она определяет такую ситуацию, когда я заменяю волну, ну если единичкой экспоненту заменю, то зачем же я волну-то вообще заменять, когда константы какой-то. Ну вот, наверное, мягко выражаясь, по крайней мере, не всегда возможности сделать. Мы догадываемся так. Вот. Но тем не менее, если сейчас вот так и будет наступать. Итак, договорились, что этот экспонент фактически вам определяет описывать неоднородность электромагнитной волны. А вот, давайте я нарисую вот здесь пониже эту электромагнитную волну. Вот она идет, идет, идет. Это пространственная ее зависимость. Ну, здесь какой-то К, Лямбда, ну что-то можно посчитать для одну литру. Вот, Лямбда, длина волны, Лямбда. Длина волны, Лямбда. А вот, представьте себе, это ведь у меня к электромагнитному полю относятся. А мы представим себе саму систему, о которой вы говорили, то есть вот этот электрон, он, как он выглядит, электронно. Ну, здесь есть, на самом деле, как бы два варианта, обычно, рассматривать. Это локализованный электрон, и делокализованный электрон, или коллективизированный, точнее говоря, электрон, на самом деле, предельный каких-то случаев. Итак, два предельных случая, электрон в виде волны, тогда еще подобное должен был нарисовать. И второй случай, когда электрон локализован, ну, например, ватами, ватами же электрон считается локализованной в области с характерным размером порядка одного дворовского радио вселенного на стороне. Ну, хорошо, давайте это я изображу здесь, вот в этом же масштабе, изображу теперь вот ту самую электронную систему, о которой мы говорим. Локализован атом, молекула, размер 1х2. Ну, как изобразить? Ну, давайте я так изображу. Вот это вот область, где, ну, что значит электрон локализован в области? Лучше плановать функции локализованные в этой области, то есть это означает, что волновая функция, вот я сейчас нарисую в большем масштабе волновую функцию электронную, ну, правда, вопрос, а в каком из состояний значат это, конечно, ну, в принципе, что? Это просто простой. И дело в том, что вот эти два состояния и и это могут быть состоянием облокализованных, ну, например, ватами у вас это вот это переход из основного состояния 1С, ну, скажем, в 2П состояние, ну, тут и другое локализованное состояние, конечно, но может переход идти и в состояние электрона, такое своеобразное, делокализованное, ну, например, вы берете и светом, выбиваете электроны заодно, то есть ионизуете электрон, фактически фотоэффект вы рассматриваете, да, убиваете электрон, фотоионизация, но при этом у вас начальное состояние электроны локализован, а конечное состояние электроны делокализован, ну, полетел куда-то, да, волновой век, то есть тоже какая-то волна, и вот. Вот ясно, что все эти случаи, то есть переходы между двумя делокализованными, то есть коллективизированными состояниями, переходы между двумя локализованными состояниями, переходы между локализованными и делокализованными требуют, конечно, особого, отдельного, специального анализа. Мы для простоты будем рассматривать переходы между локализованными состояниями. И тогда будем считать, что примерно начальное и конечное состояние это состояние примерно с одинаковым радиусом локализации я нарисую здесь характер волновой функции ну скажем без состояния волновая функция как-то вот так вот выглядит да радиальная и вот у меня шутку будет дэй радиус локализации куда радиус для один на состояние радиус с точки ну где-то вот такая личина да вот я вижу дэй 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 у меня будет характерный радиус или характерный радиус локализации соответствующего состояния или характерный размер системы в этом состоянии размер системы так вот теперь смотрите конечно есть две предельные ситуации когда у вас д много меньше лябда дэй много меньше лябда это мы сидел не фиксировано я в принципе я могу менять и кстати тоже очень важно видеть если нам надо будет менять мы если нам больше дэй а то приближение на зиму длинноволновым не приближение пока приближение говорил это просто случай длинный пол когда на волны света после этого этого много больше размера системы ну и тогда обратите внимание что в пределах системы пределы систем можно пренебречь вот этой неоднородность и тогда перейдем можно уже к тому что называют длинноволновым приближением что значит длинноволновым приближением но если у меня пределы системы полу можно считать однородной тогда я могу в этом разложении просто длиннепречь всеми слагаем кроме единичных просто экспоненту заменить на единичку вот это приближение в котором у меня единичка в матричном элементе заменяется или экспонента матричном элементе заменяется на единичку носит название еще раз повторяю это только в условиях когда д много меньше лямда или наоборот лямда намного больше д эк это urged правок длинноволновое приближение ну и самом деле иногда когда говорят о длинн Juve о really ul виду виновала ее дали шорова р posit писем Gaza GS значает но когда они положения И это означает учет на самом деле не только единички, но и других слагаемых, как малых по праву. То есть для длинного нового приближения в большевом смысле так характерен учет не только первого, не только единички, но и других слагаемых. Это предположение их малости. Ну а что значит более однородно стало? Поле однородное. Поле однородное. Дело в том, что на однородное поле система откликается дипольным моментом. Вот это мы с электродинамики должны четко себе представлять. Помните мультипольное разложение. То есть взаимодействие двух систем цариата можно рассматривать как взаимодействие одной системы, как правило более локализованной. Компактной. С полем, которое создается в раскоплении заряда другой системы. Ну а дальше мы берете и раскладываете это взаимодействие по мультиполям. То есть фактически по мультипольным моментам вот этой малой локализованной компактной системы. Мультипольный момент это заряд, полный момент, полный момент, ну и так далее. Ну и вы должны знать, что если расстояние между системами заряда намного больше, чем характерный размер каждой, то вы можете ограничить свое возложение минимальным числом с такая. Ну и кроме того, из этого возложения видно, что в мультипольный момент там система реагирует на однородное электрическое поле. На еда, на напряженность электрического поля. И на самом деле, вспомните мультипольное разложение, ну так, люди, энергии взаимодействия, да. Я ее не выслушу, чтобы не путать уже В, у меня В уже тут во многих ипостасиях выступало. Вот. Это заряд, КУ, заряд, да, на ФИ 0, скалярный потенциал. Дальше, минус, КУ, это мультипольный момент для любого порядка. Дальше, минус, дипольный момент на напряженность электрического поля и так далее. Вот оно, мультипольное разложение, как начинается. А что такое, какое отношение вот этого напряженности электрического поля имеет к ФИ 0? Это скалярный потенциал в точке, где сидит ваш заряд. А что такое, где, это фактически производная скалярного потенциала, первая производная, то есть градиент, первая производная точка, и сидит заряд, да. Ну, точнее говоря, сидит, вот это мультипольный, предполагает, предполагает, что он точный. То есть это фактически градиент скалярного потенциала. Ну, а дальше пойдет разложение, которое будет включать. Это у меня нулевая производная скалярного потенциала в точке, да. Первая производная, это электрическое поле. Вторая производная, следующее слагаемое. А вторая производная, скалярный потенциал, это первая производная, то электрического поля. Поэтому вот следующее слагаемое, с ним связывают не электрическое поле, а градиенты электрического поля, которые посвящаются в физике. Гэп, градиенты электрического поля. Этот термин Гэп, это когда-либо, как вот в сказке, помните, про... Сейчас я, когда-либо Джимса воспоминал так долго, как же бы вспомнить эту сказку, палал Сим-Сима, про Дверь, помните? Как это было? Али-Баба. Али-Баба, ай-40 раз был. Али-Баба. Ну, правильно, да, когда-либо Джимса говорили, во-первых, ну, такая дорога. Помните, он там. Вспоминал, Сим-Сима откроют дверь, а он забыл, там, говорят, просад, там, манная каша, там, еще что-то вспоминал. Ну, там Сим-Сима, это какой-то, там, семечки какие-то. Так вот, Гэп, я к чему говорю, Владимир, Гэп, это тоже некое ключевое слово. Вот зайдете в лабораторию, как, ну, особенно, если там лечить готово, ГПР, Демаэр, ГРР. Вы скажете слово ГЭП, вас за своего приму. Просто, как скажете, просто ГЭП, вас придут за своего. Вообще, важно, и все прочее. Здесь создание нескольких таких ключевых слов, иногда открывает дверь ГЭП, который, так, просто, и ГЭП, и, в общем-то, и, так, дверь, ГЭП. Итак, поехали дальше. Итак, оставляя здесь единичку, мы получаем в узком смысле длинноволновое приближение. То есть, в этом приближении фактически мы ограничиваемся взаимодействием дипольного момента системы с электромагнитным полем. Фактически с единичным начином полем, так? Еще раз напомню, на самом деле, вот это вот разложение, это родня вот этого мультипольного разложения. Родня. Действительно, смотрите, вот здесь вот у вас дипольный момент в поле. А что это дипольный момент за электрон? Это Е на Р. Значит, линейный по ОКМ слагаемый воздействует, сидят, линейный слагаемый по ОКМ сидят. Мы их сейчас получим, ограничившись в экспоненте единички, мы получим дипольный момент вместо матричного элемента и импульсарта. То есть, фактически, если смотреть на это разложение и на это, все будет на единичку смещено, как бы у нас. Итак, поехали. В узком смысле длинноволновое приближение. Просто ограничиваемся, первым слагаемым воздействием экспонентом. Тогда матричный элемент у нас перейдет в матричный элемент импульса. Матричный элемент импульса. Вот давайте матричный элемент импульса просчитаем. Просчитаем. Мы сейчас выведем, очень простую исключение, простую задачку на расчет коммутатора. Найдем довольно знаменитый, просчитаем, знаменитый коммутатор, который фактически, в результате которого мы практически свяжем матричные элементы, координаты и импульса. Итак, я засчитаю коммутатор оператора гамитона нашей системы, причем оператора H0 возьмут, так? И координаты H, N. Вот такой коммутатор считаем. И сейчас напомню. H0 у меня, это просто B2 на 2N плюс VLTR. Здесь VLTR просто потенциальная энергия, не взаимодействие с электромагнитным полем. Видите, это буква V, она фигура здесь, фигура там. И это анатогенетическая энергия. Значит, понятно, что радиус вектора с функцией от F получил. И поэтому, для того, чтобы этот коммутатор рассчитать, надо именно первую часть, P2, P2 дифференциальный трат. Итак, фактически я получаю, равняется единице на 2N, но здесь P2, R, P2, R. Вот такой коммутатор нужно рассчитать. Ну давайте я, во-первых, P2 распишу. Давайте будем считать. Итак, я единица на 2N выбор, чтобы буду считать P2, я хочу сделать так. Я P, напомню, что P у меня это минус IH на 2, и P2, значит, это у меня P2, это будет минус H2. Гарнаторного класса, то есть это практически вторая производная. Да, то есть если брать, если брать, я прямо в саду не помню, я пишу так, D2, то Dx2 ждет такую штуку. Ра-ра. Ну и вот надо обедной координатой одной, второй производной брать. Считаем так. Ну я, кстати, плата себе, лучше, и цена, 2N. Так, дальше, значит, что мы получаем? Ну давайте, чтобы проще нам было быть, я координату, ну как бы возьму конкретную, ну скажем, ИТ-ю компонентную координату, то есть вот такой вот, переведу к такому коммутатору P2, x ИТ, ИТ компонентная координата, которая намного проще будет. Итак, поехали, равняется P2, x ИТ минус x ИТ, P2, P2 равняется, и вот теперь я что делаю, как мы говорили при расчетах коммутаторов? Я протаскиваю P2 через x ИТ, но по-друге мне же нужно дифференцировать будет. Итак, ну а вначале пробрасываю первую производную. Итак, пишу так, P2 расписываю, ну через P2. Итак, ну только у меня здесь ИТ уже занята буква, ну давайте P, К, что ли, вот так. P, К, оператор, так. Дальше P, К, x ИТ, вот так вот, Ру минус x ИТ, P2 подняется, так, да, здесь все, и сотрудника. Равняется дальше, и вот теперь я перекидываю, равняется P, так, первая слагаемая у меня, так. Дальше, производная, сначала дифференцирую x ИТ по dx КТ, значит, будет минус ИТ, минус ИТ, и производная dx ИТ по dx КТ, так, это первая слагаемая, а вторая слагаемая, нет, сколько здесь, давайте на таком, и вторая слагаемая я просто перебрасываю, P, К, через X ИТ, плюс X ИТ, P, К, Т, ну и минус X, P в квадрате, минус X, P в квадрате, X ИТ. Поехали дальше. Значит, здесь ПК, ПК, ну это вот дельта, дельта ИК, вот эта производная, я напомню, это дельта ИК, дельта ИК, значит, здесь ПК можно перебросить сюда, вот здесь она снова выходит на X ИТ, и снова надо взять вот такого типа производную, и так я получаю, ну, а, кстати, она такая же, точно производная будет, так что я ответ так записываю, равняется, в конце концов, вот две таких производных, минус 2 ИН, дельта ИК, дельта ИК, ну а дальше все, перебрасываю еще раз, ПК через X ИТ и ПК в квадрате, получаю, а это П в квадрате, они все прощаются. Все. Вот ответ. Так, нет, 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 моменты, я что-то пропустил, я извиняюсь, я что-то пропустил, сейчас погодите. Так. А, да-да-да-да-да, я пропустил очень важный, выслагаем. Здесь, это же выслагаем с ПК, сопровождается, вот это, да и так, на ПК, это-то не надо забывать. на ПК вот, видите, вот два-три мы слагаем. Итак, ну а здесь можно взять, здесь пока сумма идет, это практически ПИТ будет, ПИТ будет, ну а теперь я просто ответ уже пишу, вот это у меня вспомогательное соотношение, ответ будет так выглядеть, H0, R, да, равняется, ну видите, видите, что справа нужно будет, так как я брал ХИТ, справа у меня получается ПИТ, ну а если перейти к векторам, просто я П вектор напишу, теперь коэффициенты, внимательно, 2, минус 2, ИН, здесь вот еще двоечка сокращается, все, а вот остается ИН, делить на М, минус ИН, делить на М, минус ИН, делить на М, П, вот такой знаменитый коммутатор, а теперь, чтобы использовать этот коммутатор, нам же нужно, видите, вот матричный элемент, я беру просто матричный элемент, НИ, в левой и в правой части, матричный элемент НИ, в левой и в правой части, какое отношение состояние НИ имеет к нашему АШНОЛе, ну АШНОЛе у меня, это гаметонент, без электромагнитного поля, гаметонент моего электрона, то есть состояние НИ, это собственное состояние этого гаметонента, а это означает, что АШНОЛЬ, ну давайте я поподробнее сделаю, итак, я беру матричный элемент, левой и в правой части НИ, Н, так, коммутатором АШНОЛЬ, давайте я распишу, что коммутатором, проще будет, Р, минус Р, АШНОЛЬ, И, равняется, ну а справа будет ИАШ, только здесь И, это не единичка, делить на Н, ну и матричный элемент, который мне нужен, НПИ, но справа что будет? А справа смотрится, АШНОЛЬ на свою собственную функцию, он дает послеэнергию, нулевое приближение, состояние, ИТ, дальше вот здесь оператор АШНОЛЬ, ну мы знаем, что операторы по умолчанию действуют слева направо, если он действует справа налево, то, что надо делать? Ну, первое, действует не на КЭТ-вектор, а на БРА, вектор нормальный, здесь все, но надо его в эрмитово-сопряженный перевести, то оператор АШНОЛЬ, он эрмитов, он при этом не меняется, поэтому здесь смело можно действовать оператором АШНОЛЬ справа налево, то же самое мы получим ЕН, так что левая часть даст нам очень простое выражение, мы получим матричный элемент координаты, умножить на ЕН минус ЕИТ, и так, матричный элемент координатный будет, НР, и дальше умножить на разность энергии, ЕН минус ЕИТ, ну а справа будет то самое, минус ЕХ, Матричный элемент, НВИ, вот это знаменитое соотношение, связывающее матричные элементы, обратите внимание, не диагональные матричные элементы, не диагональные, здесь, речь, здесь это принципиально важно, только не диагональные матричные элементы, ну кстати, что отсюда можно сказать, если вы диагональные будете смотреть матричные элементы, то диагональные матричные элементы, Можно формулы переписать. Нам нужен материчный элемент импульса. Давайте я поделю на минус i. Единица на минус i — это i просто. Ну а дальше, если на h я буду делить, здесь n-e можно заменить на омега n-e. n-e деленное на h — это омега n-e. Ну и это еще будет. Итак, я получаю вот такое соотношение, которое следует из этого коммутатора. Итак, материчный элемент n, p и t равняются... Ну и еще раз повторяю, здесь что мне будет? Надо будет, значит, на n умножить на h. И, m, и, m... А, нет, тут внизу ничего есть. И, m, омега n-e. И материчный элемент, координатный элемент r. Вот, что я получаю. Здесь омега n-e — частота перехода. Частота перехода. Вот, у меня фактически все вспомогательные соотношения какие-то получены. Единственное, что я могу еще записать. Вот давайте... Помните, я вам говорил насчет плотности состояния электромагнитного поля, чтобы мне потом все это собрать вместе вообще? Плотность состояния электромагнитного поля. Я запишу выражение для плотности состояния. Так... Плотность состояния... Вот это я не хочу собирать. Вот это я собираю. Значит, мы с вами... Ну, правда, все зависит от того, какую мы с вами плотность будем считать. Вот я вспомню вам... Напомню вам формулу для числа фотонов, то есть числа квантов электромагнитного поля, в которой волновой вектор находится в пределах от k до k плюс dk. Значит, это V делить на 2π в кубе dk. Вот такая формула у нас была. То есть фактически на что я отвечаю? Это я беру элемент dk в пространстве волновых векторов. В пространстве волновых векторов. И вот в этом элементе находится dnk фотонов. То есть фактически плотность состояния в k пространстве это будет dnk поделить на dk. Это очень просто. Все видите, простое выражение. Объем на 2π в кубе. Объем на 2π в кубе. Это уже плотность состояния. Но нам нужна плотность состояния. Видите, мы не k оттерируем здесь, а частотами. Поэтому нам нужна немножечко другая формула. Я напомню, что λ у нас это 2π на k. Дальше nu это у нас c на λ. Ну или λ наоборот. А, можно и так написать. Значит у нас что такое будет λ через... nu и nu наоборот надо считать. Через k. Значит я сюда подставляю. Это будет 2π c на k. Вот эта связь. Линейная связь nu и k. nu и k. Дальше. Дальше. Если мне нужно h nu, частоту вот дойти. Вернее, энергию соответствующую частоте nu. Или молновому числу. Здесь обратите внимание, число стоит k. Сейчас умножаю на h. h nu. Значит 2π. 2π h. Да, здесь делит. Я сейчас смотрю. h в перечеркнуто никак нет. На 2π вот так далее. Так. То есть здесь вот h на 2π пойдет, да? h на 2π ck. Вот это h на 2π это h перечеркнуто. О, все нормально. Вот так h к ck. Поэтому если меня интересует код и состояние в пространстве волновых чисел, ну конечно мне надо здесь разобраться. Я должен что сделать? Я должен, значит, dk расписать следующим образом. Это k квадрат. dk d омега k. И тогда я могу найти величину dn по dk. dn по dk. Но это правда будет величина такая дифференциальная. dn по dk чем-нибудь будет равно. Ну вот здесь я справа, значит, а справа dk расписываю через k квадрат. dk d омега. Тогда у меня π потом делю на dk. Я получу v2π в кубе k квадрат d омега k. Вот здесь обратите внимание, такая немножко странная формула. Потому что она вам дает плотность состояния как официальную характеристику. Поэтому здесь можно будет ввести вместо ρ dρ. Итак, здесь будут dρk. Это будет, значит, v на 2π в кубе k квадрат d омега k. Вот здесь можно у омега и k не писать. То есть это телесный рукол в k пространство. Это фактически телесный рукол, в который находится волновой вектор k. Ну вот эта фактически формула, она как раз является основной для перехода к конечному выражению. Для плотности состояния не в пространстве волновых чисел, а скажем, в пространстве частот. Ну вот видите, вот у вас частота h омега. h омега связана с волновым вектором, так? Через c. Через c. Поэтому вы можете смело перейти от этой формулы к формуле dρ, либо ν, либо dρ омега. dρ омега. Ну, тогда у вас вот здесь вот, ну, добавится единственное, что тут добавится, ну, если вы переходите к ρ омега, да, у вас добавится c в кубе. Ну, а здесь до омега достанется элемент телесного угла. То есть все равно формула будет содержать элемент телесного угла. Но самое главное, что здесь у вас появится μ квадрат или омега квадрат. То есть то, о чем я говорил, плотность состояния, видите, ваша будет пропорциональна. Хотя я здесь записал интегральную плотность вероятностью, но она не получается. Надо просто проинтегрировать под dωk. Интегральная плотность вероятностью просто будет полный телесного надо записать, прежде всего, вместо dωk. То есть вот эта квадратичная зависимость частоты, это типичная зависимость плотности состояния для электромагнитного поля. Кстати, эта зависимость остается такой же, то есть квадрат частоты для любых волн, для любых плоских волн. Это может быть электронная волна. Пожалуйста, например, мы свободные электроны и квазисвободные электронные метали описываем как электронные волны, приписываем ее определенный волновый вектор. И для них плотность состояния тоже будет пропорциональна квадрату частоты. Квадрату энергии, то есть квадрата энергии. Вот. Итак, то есть с плотностью состояния мы таким образом разберемся. Кстати, если я буду говорить о плотности состояния электромагнитного поля, как у дифференциальной характеристики, так, то тогда формуле для вероятности перевода, я ее уже стек, к сожалению, я должен, что буду сделать? Я должен ее переписать вот в таком виде. dp, то есть ввести ту же дифференциальную характеристику. dpnid, это будет 2π на h квадрате, маторичный элемент перевода, dnid, ну там плюс-минус можно писать, можно уже не писать, уже маторичный элемент у нас одинаковый. Ну а дальше, вот здесь вот, вместо дельта функции, я напишу dRho. dRho. Плотность состояния. Плотность состояния. Причем, еще раз повторяю, что dRho можно написать как dRho nu, либо dRho омега, либо dRho k. Во всех случаях у меня еще d Омега k ставится. Какой смысл будет в этом? Это будет фактически вероятность перевода с излучением или поглощением фотона в телесном угле d Омега. То есть у вас поглощаемый фотон будет находиться в телесном угле d Омега, либо излучаемый фотон. Ну понятно, что вы можете ввести интегральную характеристику, так? Ну правда, с интегральной характеристикой надо быть осторожным. Почему? А потому что у вас, видите, вот сюда квадрат модуля матричного элемента войдет что? Мы сейчас с вами договорились, что этот матричный элемент в нашем приближении, вот он, видите, исходный записан. В нашем винтоволновом приближении он будет пропорционален. Как он будет выглядеть? Вот смотрим матричные элементы. Значит, это будет... Экспонент я заменяю на единичку, так? Ну а дальше я пишу все коэффициенты, которые здесь у меня были. ИМ Омега, ИМ Омега НИ, да? На матричный элемент координаты. Матричный элемент координаты. Далее я учитываю, что на самом деле с координатой связан дипольный момент у заряженной частицы, я ввожу дипольный момент E на R. И тогда у меня вероятность перехода будет определяться через квадрат модуля, конечно, матричного элемента дипольного момента. Дипольного эритического момента. Как она будет выглядеть? Давайте это я более подробно запишу. Давайте соберем, вот вы видите, V. Вот формула для R-этости перехода. Вот я сейчас промежуточное выражение соберу все, что у меня есть. Ну не все, я А0 выписывать не буду. А0 это довольно сложное выражение. А0 где-то у меня там, видите, по модулям отказания осталось. Итак, D-P. Нет, давайте мне весы надо будет побольше. Весы надо будет побольше. Итак, собираем. И насчет дипольный момент, я немножко оговорился, в винномолновом. И сами иногда его называют дипольные предпрежения. Дипольные предпрежения. Итак, D-P, N-I. У меня будет равно. И вот собираем. Два и делить на H. Вот оно. Теперь пошел квадрат модуля матричного элемента. О, значит, в эту мы штуку убраться в экспоненту. Ну здесь E, A0 по модулю в квадрате. E, A0 по модулю в квадрате. Делить на Nc. Делить на Nc. Дальше. Значит, экспонент у меня полетает. От матричного элемента дипольного момента, вот он у меня, видите, записан. Оп. Дальше. Значит, мы получим N квадрат. Омега N и в квадрате. Так. Ну и наконец пойдет квадрат модуля матричного элемента. Причем этот матричный элемент лучше нагружен вот этим вот фактором U. Давайте так это запишем. U на матричный элемент дипольного момента. Я E сюда ввожу. А, значит, если я E ввожу, надо E еще поделить. Значит, вот здесь где-то надо записать E квадрат будет. Кстати, вот здесь я забыл E квадрат, видите. Значит, тогда его надо просто убрать. Потому что для того, чтобы ввести мне дипольный момент, мне нужно как раз E. Ну я вот отсюда его и займу. Поэтому я вот здесь и когда-то его уберу. Так. Ну а дальше смело буду писать матричный элемент дипольного момента. N, D, I. Все это по модуру в квадрате. Ну, на самом деле вот эту комбинацию проще. Да. Ну и, конечно, D ρ. Вот эту комбинацию, ну здесь проще, наверное, использовать обычную запись матричного элемента. D, N, I. Так это обычно и делают. И вот эту всю комбинацию я ввожу так. U скалярно на D, N, I. По модулю в квадрате. Это удобнее. Вот этот матричный элемент, вон он, в метровской записи, или в обычной записи, называем дипольный момент перехода. Так, дипольный момент перехода. Дипольный момент перехода. Так, дипольный момент перехода. Ну, а дальше он сейчас что должен сделать? Подставить сюда D ρ. Ну, повторяю, в зависимости от того, какое вы хотите плотное состояние в пространстве волновых чисел, частот μ или частот угловых ω. Ну, здесь, видите, у нас здесь фигурирует ω, поэтому нам проще взять D ρ как функцию ω. Ну, и, собственно, останется еще и элемент телезрого угла обязательно. Значит, давайте посмотрим, что мы в конце до концов получим. Итак, пошли смотреть. Значит, А2 по модулю в квадрате. Во-первых, даст нам N. Это N останется. Дальше ω² в знаменателе. Омега в квадрате в знаменателе. Мы смотрим здесь, что у нас будет. Здесь у нас вот ω в условиях резонанса. Я должен написать, конечно, в условиях резонанса. Мы об этом уже говорили. Омега будет равно Омега Ни по модулю. Омега Ни по модулю. Поэтому можно смело здесь Омега Ни заменить на Омега. Это такое значение, что здесь еще одновременно потерял. Здесь еще одно Омега Ни потерял. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте. Четверка, четверка, я уже немножко боюсь, сейчас, ну, так, сейчас я взгляну еще. Так, вот, пока четверку не пишите, сейчас мы ее определим. Так, 4 омега в кубе. Дальше вот что здесь будет. С в кубе. С в кубе. Сейчас я вот эти коэффициенты, на самом деле, вот я так запишу здесь. Четверку пока оставлю, сейчас мы ее дойдем, я один интеграмм придется по дороге посчитать еще. Дальше. У на dn и d по модулу в квадрате d омега. Вот здесь вот коэффициент у меня, сейчас мы его проверим. Так, и еще, сейчас постоянные планки посмотрим еще. Так, постоянная планка 2п на h, здесь h есть, это сокращается у меня, так. вероятность перехода, так, здесь h и там h сокращается, где-то еще должна быть. Там же 2п на h квадрат должна быть. Где? 2п на h квадрат же должна быть здесь. Вот здесь? Да. 2п на h квадрат. Это если, это правильно. Это правильно. Мне пришлось бы долго ее искать. Дело в том, что я в прошлый раз вам говорил, что если я, теперь это функция, то есть, если я работаю с энергией, так, как в прошлый раз в формуле золотого правила Ферме я писал, мы пишем 2п на h. Если мы работаем с частотами, они отличаются на h. 2п на h квадрат. 2п на h квадрат. Поэтому, если я в частотах работаю, вот я напомню, вот в этой формуле, собственно, я ее уже здесь и записал, да, оно правильно. А сюда я перенес одно только. То есть, я ее по автомату записал, потому что мы в частотах работаем. Вот сюда я перенес одну. Это надо быть внимательным, ведь я сам не внимательный. Я сейчас h потерял. На самом деле, вот сюда h еще пойдет. h. Вот так вот. В первой степени. Все. Коэффициент я показываю. Коэффициент не ручаюсь. Вот пока так и оставим без коэффициента. У меня еще минут 7. И сейчас мы коэффициент найдем. Вот это выражение. Это вероятность перехода. Еще раз повторюсь. С изучением или поглощением фортонов в телесном угле д-омега. Но, как правило, мы рассматриваем интегральную гонояркость. То есть, давайте теперь проинтегрируем у д-омега. Но, есть одно но. Дело в том, что с телесным углом д-омега с направлением вектора k связан вектор поляризации. Почему? А дело в том, что, видите-ка, вот у вас вектор поляризации, да? А напряженность электрического магнитного поля, они как раз плоскости перпендикулярный вектору k болтается, да? И напряженность электрического поля, то есть вектор поляризации u, он перпендикулярен k. Перпендикулярен k. В которой ось z у меня будет направлена по вектору d, n, i. z у меня направлен по вектору d, n, i. Ну, это же какой-то вектор. d, n, i. Дальше, вот у меня вектор поляризации u, а вот у меня вектор k. Они направлены эрпендикулярно друг к другу. В этой системе координат d омега k, это что такое? d омега k в этой системе координат, это синус θ, d θ, d φ. Синус θ, d θ, d φ, да? Синус θ, это вот этот вот угол, вот. Это, вернее, θ. Вот этот угол. Значит, угол между u и d, это вот этот угол, да, вот этот, в который в скалярное произведение войдет. Скалярное произведение равно произведению модулей на косинус угла между ними. косинус вот этого угла, это фактически синус угла θ, да? Но он еще в квадрате здесь пойдет. Значит, интеграл, который мне нужно считать, были следующим образом. Значит, мне нужно посчитать вот такой интеграл. Сейчас мы вместе напряжемся и посчитаем его. Интеграл синус квадрат d θ, это вот отсюда пошел. Фактически по синус угла между u и d. Синус квадрат d θ, ну а дальше синус θ, d θ, d φ. Ну или по-другому, синус квадрат d θ, d ω. Синус квадрат d θ, ну или по-другому, минус косинус квадрат d θ, да, вот так. Здесь d косинус, вручу с минусом, d косинус θ, d косинус θ, d косинус θ, d косинус θ, и d θ, ну это все, d θ, ну это все, d θ можно, еще единица минус x квадрат, вот так вот, x квадрат d θ, d θ. И d θ, ну по d θ сразу 2π, интеграл, да, да, равняется минус единица минус x квадрат на пределах, да, интеграл вот такой пойдет, на пределах от минус 1 на плюс 1. Ну вот, чему нравится. Первая, первая часть интеграл единички, мы получим 4π. Итак, равняется 4π, это первый интеграл. Второй интеграл, интеграл x квадрат d x, x кубе натрия, x кубе натрия, да, и тоже на пределах, единичка минус единичка, это две трети, да, две трети. Ну там еще 2π, это 4π натрия, если я правильно считаю. Итак, второй интеграл, минус 4π натрия, правильно считаю, нет? Или у вас пока вопросов нет? Значит, это, ой, 4π натрия и 4π. Это 3 трети, две трети. 8π натрия, да? Нет? Да. 8π натрия, нет? Да. Хорошо. 8π натрия. Так вот, я... Пойдем. Теперь мы поздравимся к началу. Я помню ответ суммарным с 8π натрия. Вот суммарный ответ мы получим в таком виде. ПНИ равняется интегральной интенсивности. 4 омега в кубе, 4 омега в кубе, да, 4 омега в кубе, да, 3h, точнее говоря, 3h, c в кубе, c в кубе, dNi по модулю в квадрате. Вот это выражение для интегральной интенсивности. Вот видите, я, на самом деле, по дороге еще потерял что-то. Нет, это π потерял, так? Вы тоже не проследили. Где-то я потерял? Потому что вот это π должно уйти. Так, где я мог потерять π? Пописи состояния. Там много было π. Здесь у нас, видите, вот здесь вот. Пописи состояния. Оттуда еще π должно появиться. То есть, короче говоря, сейчас давайте восстановим. Вот эту формулу восстановим. Итак, значит, фактически 8π на 3. Вот я должен умножить на 8π на 3, чтобы у меня получилась эта формула. Значит, здесь тройки нет. Здесь вот будет 2π, 2g, да, внизу π. И еще. Так, вот здесь вот π, h, c в кубе пополам вот так вот. Умножить на 8π. Вот это всё правильно. Вот это формула для не потенциальной, а это формула интегральной для вероятности перехода. Я время не затратил довольно много. На самом деле, за простую вещь мне надо было взять, конечно, шпорт, чтобы все эти собирать интегралы и все эти слагаемые. Все эти совмножители, правильно? А нам так и собирать несколько делов и сложно. Хорошо, что вы видите, когда помогает. Итак, мы получили для интегральной вероятности, ну, очень простую формулу. Она еще хороша чем? Я буквально последнюю запишу и разойдемся мы с вами. Хороша очень. Дело в том, что для того, чтобы получить вместо вероятности перехода интенсивность перехода, надо просто домножить вероятность перехода на энергию перехода. То есть на h омега. Интенсивность перехода определяется просто умножением энергии на вероятность. Тогда для интенсивности перехода интегральной мы получаем очень простую формулу. Вот смотрите, вот 4 омега в четвертой степени, 3 h сокращается, 3c в кубе, dNi по модулю в квадрате. Вот знаменитая формула, которая практически похожа на формулу классическую. И это действительно так, смотрите, здесь нет постоянной планки, она исчезла как раз. Там она у нас была, а в положении для интенсивности исчезла. То есть это формула классическая. И действительно эта формула совпадает с формулой для интенсивности излучения классического диполя. Классического диполя. Надо обратить внимание на омега в четвертой. Мощная зависимость от частоты перехода, конечно. Это что означает? Вот для эксперимента это, конечно, проблема. То есть чем меньше частоты, тем меньше интенсивности. Поэтому, например, ЕМЛ-щики, конечно, страдают по сравнению с ЭПМ-щиками. У них частоты отличаются на несколько порядков буквально, да? А в интенсивности, представьте себе, это означает, что ЕМЛ-щику нужно очень много обучения. Образца, тем больше, тем лучше. Вот. В отличие от ЭПМ-щика, который может работать с очень маленькими образцами. Уж ясно, что интенсивность сигнала будет еще пропорциональна. Числить центров активные, работающих центров. Все, пока.